Разумно располагать монеты в виде такого кубика. Вот смотрите, я располагаю монеты в виде квадрата, и после этого, ну я не знаю, в какую сторону, вот если я так нарисую, будет понятно? Да. Вот и хорошо. Надеюсь, что всем понятно. Так, теперь, я нумеровал, так, обычно принято пунктиром рисовать, давайте пунктиром нарисую, в знак того, что это как бы на заднем плане, да? Я нумеровал там, x, y, z, t, но при этом у меня была еще и альтернативная нумерация, помните? 0, 0, 0, 1, 1, 0, вот. Здесь эта альтернативная нумерация, она на самом деле лучше. Декартовый координат. Вот, пожалуйста, нарисуйте достаточно большого размера эту картинку, чтобы можно было у каждой вершины подписать ее координаты. Вот здесь будет все то же самое, только на третьем месте везде единичка. 0, 1, 1. Здесь будет, значит, все единицы, а здесь будет 1, 0, 1. Что я делаю? Я... А давайте их пронумерим. А, B, C, D... Для краткости писать, чтобы быстрее было. Здесь будет Е, здесь будет F, здесь G, и здесь будет H. Понятно, да? Так что писать быстрее, а тут вместо трех. А вот теперь идея. Когда были 4 монеты, когда были 4 монеты, какие я писал соотношения? Были X, Y, Z и T. И я смотрел на такое выражение. X плюс Y четное или нечетное, и X плюс Z четное или нечетное. Ребята, а вот здесь я буду смотреть на такие выражения. A плюс B плюс C плюс D. Буду смотреть четное или нечетное. Что это такое? А, B, C, D. Это основание. Это основание. Это там, где третья координата, везде нолик. А еще есть те, у которых вторая координата нолик. Давайте посмотрим, что это такое. Это A, это B, E и F. A, B, E, F. Замечательно. А еще есть те, у кого первая координата нолик. Это, знаете, что такое? Это A, C, E, G. A, C, E, G. Господа, я понимаю, что это намного труднее, чем было до этого. В случае восьми монет намного, намного, намного труднее. Но, тем не менее, пожалуйста, аккуратно выпишите себе вот эту штуку. И теперь смотрите, какая замечательная идея. Если я переворачиваю одну монету, то в зависимости от того, какую монету я переворачиваю, меняются эти три выражения по-разному. Давайте я сейчас аккуратно просто-напросто выпишу для всех возможных восьми случаев A, B, C, D, E, F, G, H. Я выпишу, что меняется, а что не меняется. Там, где меняется, я напишу единичку, а там, где не меняется, я пишу нолик. И вы увидите, замечательно вещь, оказывается, здесь все варианты будут ровно по одному разу. Смотрите, если я поменял A, а остальные не поменял, то все поменялись. Если я поменял B, то поменялись вот эти два. Если я поменял C, то поменялись вот эти два, а это не поменялось. Если я поменял D, то поменялось здесь, а здесь не поменялось. Поменял E, то у меня поменялось здесь, а здесь не поменялось. Изменил F, здесь изменилось, а здесь не изменилось, здесь не изменилось. изменил же изменилась здесь здесь не изменилась здесь не изменилась изменил наш нигде не изменилась е я ошибся да я ошибся правильно так когда ер то здесь тоже единичка так теперь господа посмотрите пожалуйста вообще-то секрет той большой таблицы которую вы писали он вообще-то был тоже крайне хитрый если берешь x плюс y и x плюс z давайте я ту табличку быстро напишу то смотрите когда меняем монетку x меняем y меняем z или меняем t что происходит у нас с изменениями а очень просто здесь вот у нас меняются обе здесь меняется только верхняя здесь меняется наоборот нижняя а здесь не меняется ничто осознали а вот теперь попытайтесь подумать понимаете ли вы связь этого с предыдущей таблицы на самом деле когда вы смотрели что и x и y одинаковые это то же самое что x плюс y черная соответственно когда мы смотрели что если прекрасное это то что их плюс игре не черная и когда мы меняем от монету то в зависимости от того какую меня вы получали любой вариант господа вот если вы подумаете то вы можете делать этот фокус для восьми монет смотрите давайте чего мы чего мы договоримся делать давайте договоримся что ну например так вот четность этой суммы это будет самая первая цифра это первая цифра вот это вот это средняя а вот это вот это третья пожалуйста очень внимательно меня слушайте я отказываюсь выписывать таблицу 256 столбцов но я хочу научить вас делать этот фокус когда восемь монет это табличка уже все она уже усталела она уже слишком сначала я его сделаю а потом а потом мы его сделаем все вместе а давайте а давайте сделаем так месяц будет сейчас договоримся а некоторые системе хотим поля уйдет туда и после этого мы здесь с вами что-либо заходим а он догадается договорились написал теперь вы должны показать пальцем на что хотите показать а не стирать замечательно вам понравилось более пирс смотрите в чем работа вы идете кубику и смотрите f это где это 1 0 1 сумма а б cd уже хорошая так что первые четыре нельзя двигаться сумма а цели же а цели же все это 0 1 1 0 0 0 это тоже хорошо а это поэтому достаточно изменить же в этих двух местах не менять об этом менять я подхожу стираю ваш море и пишу на самом-то обязательно я и вы пишу здесь единицу теперь рассказываю как поля будет расшифровывать он посчитает эти самые суммы а в цели единица все пишет нет а цели же говорили что первая цифра это а че литинг а что а а цели единица единица до fly cod все средняя цифра забaltwoman 4 среднем цифра а vcd а vcd тоже 1 3 6lone 10 5 спасибо садитесь средняя цифра это а 1 плюс 1 это 0 у нас все сложения происходят по четкости дошло или нет дошло замечательно стираем то что было написано вы берете мел и так же как она пишите чтобы все было хорошо покажите пальцем опять замечательно спасибо эти выражения мы должны посчитать поехали АСЕЖ АСЕ С это 1 Е это 1 это черное это черное это у нас получается 0 АБЕФ АБ это 1 ЕФ тоже 1 это у нас тоже получается мы смотрим четность АБЕФ 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 тут 1 единичка 2 нолика то есть четное то есть пишем 0 АБЦД что такое АБЕФ 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 это вот здесь у нас получилось что они все 0 а что нам хочется нам хочется показывать сюда помните она сюда показывает а что такое а мы это помним это вот так значит нам нужно изменить эту и эту так менять их это где у нас здесь есть специальное указание менять их это вот увидели значит я сейчас должен поменять поняли все ловите кору что он сейчас будет делать мел тебе не нужен в смысле мел тебе точно не нужен что он сейчас будет делать сумма АСЕЖ да и какая сумма равна единице так что вы где-то находитесь на вот этой гляне да вторая сумма АБЕФ АБЕФ она чётная значит вы в одной из этих двух вершин теперь третья сумма АБЦД В сумма не чётная ну значит вершина Ф ну спасибо спасибо я сейчас скажу вот что мне нужно быстро объяснить вам а что делать если монет шестнадцать и что делать если монет тридцать две ребята а это четырёхмерный куб пятимерный куб а для шестидесяти четырёх монет это будет называться шестимерный куб я сейчас а я сейчас быстро объяснить porque а что же такое четырёхмерный куб чтобы понять что же такое у нас ситуация 16 монет надо сделать очень простую вещь надо взять этот самый кубик но это 8 монет написать все вот эти вот все как было 1 1 0 0 1 0 и так далее вот а вот дальше тык вот а у тебя главная идея надо чтобы стал четырехмерным что такое 4 по сравнению с тремя на размер больше значит я должен просто-напросто нарисовать еще ровно такую же картинку то есть вот здесь был кубик я должен не побояться нарисовать абсолютно такой же кубик еще и здесь понятно а теперь вопрос чем это отличаться этот кубик от этого у этого четвертая координата это везде будут нули совершенно верно а у того четвертая координата везде будут единицы и больше никакой разницы господа четырехмерный куб это очень просто это должны быть нарисованы два обычных трехмерных кубика только 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 вот так пока все понятно разумеется я должен нарисовать вот такие вот линии тела которых в точности совпадают у меня криво сбилась но надеюсь что идея понятно да вот это называется четырехмерный кубик на самом деле его можно рисовать намного красивее но я этим сейчас не буду вниматься потому что мне это не так уж и интересно как именно его рисовать а мне интересно какие соотношения пожалуйста еще раз посмотрите сюда еще раз посмотрите какие здесь были три соотношения посмотрите мы выписывали все у которых первая координата 0 так выписывали все у которых вторая координата все у которых третья координата ну и соответственно все у которых четвертая координата 0 господа так здесь все то же самое только давайте я уже не буду войти буквы а в цд и так далее а я так выпишу значит 20 когда первая координата 0 даже не выпишу отмечу отмечаю их ноликами 1 вершина 2 вершина 3 вершина 4 вершина еще где-то первая координата 0 4 видите 5 6 7 8 правда что вот у них у всех первая координата 0 правда все вот это и есть то что-то первая строка теперь вторая строка это там где вторая координата 0 давайте я не поставлю стрелочки здесь 2 координата 0 здесь 2 координата 0 здесь 2 координата 0 уже 4 штук я отметил а также здесь здесь где там еще по моему здесь да и и вот здесь конечно вот ну дальше когда 3 координата 0 я уже не знаю чем их отмечать но вот здесь вот третья координата 0 здесь 3 координата 0 здесь 3 координата 4 штуки а еще вот здесь вот замечательно вот их тоже 4 штуки а вот у всех 3 координата и наконец у кого четвертая координата 0 это вот и 4 дошло и вот это и есть те самые четыре прожили